всем привет вы на канале на пчани с вами наташа сегодня 8 сентября 2020 около 9 утра мы в джимы ты идем на пляж через первый проезд я включилась сегодня немного раньше чем мы дошли до пляжа чтобы показать вам заводи которые образовались здесь на первом проезде в результате ливней 5 6 7 сентября воды вылилось с неба настолько много что она скопилась в таком количестве не может рассосаться путь на пляж на первом проезде в этой части первого проезда сузился смотрите прям канал какой-то сузился и теперь люди вот такой вот очередью потихонечку-потихонечку по узкому пешеходному пешеходу продвигаются в сторону пляжа завтрак перед посещением пляжа ну что погода сегодня с утра солнечная и теплая и это всевляет оптимизм и надежду что так и пробудет весь день и день будет полноценным пляжным по погоде потому что вчера 7 сентября как бы с утра тоже было нормик а потом днем и ближе к вечеру были такие ливеняки каких кстати по прогнозу не было и в итоге получается 5 6 7 сентября три дня это я думаю достаточно такой ощутимый ущерб для сентябрьских отдыхающих ну представьте если допустим люди приехали на 7 дней это считайте половина отпуска итак заходим на пляж самая узкая часть пляжа джим и те при этом одновременно это центральный пляж поселка джим и те через первый проезд напомню что на центральном пляже в бухте море в дни сильных дождей было грязным потому что вся вода с города стекает в море ну а что у нас в джим и те мы имеем а в джим и те ну просто великолепие смотрите чистое прозрачное великолепие и людей скажу я вам тоже предостаточно пройдемся сейчас немножко в сторону гостевого проезда от первого проезда в одну сторону гостевой проезд вот в другую сторону джим и Тинский проезд мы пойдем в сторону гостевого потому что по свету сейчас как раз утреннее солнце хорошо освещает эту сторону море кайф друзья доброе утро как вам сегодняшняя погодка хорошая а вчера вчера тоже было хорошо интересно был ливень нет была волна с утра вы с утра ходили на пляж а в днем не ходили когда ливень был в это раз и ливень ливень был позавчера и поздно поздно а вчера так легкий дождь в районе Анапы был ливень сильный значит мы его не увидим хорошо а вот позавчера был ливень вы были на пляже? да все равно ходили на пляж но мы успели мы после нет до ливня ушли и после ливня с уходом мы утром купались до ливня в воскресенье мы после ливня в общем у вас чутье да? нет у нас у нас энтузиазм большое желание отдыхать да? и купаться в море да ну то есть получается вот эта непогода вам не в ущерб отдыху вообще абсолютно да? главное тепло да? ну что тепло то да это большой плюс ну что если где то там уже почти почти осень глубокая то здесь еще очень даже хорошо хорошего вам отдыха спасибо ну что обожаю таких позитивно настроенных людей припекает скажу я вам очень даже припекает по ощущениям водичка теплая сейчас измерим поточнее ни одной водорослинки вообще никакого намека на тину на зелень купание в такой воде наслаждение итак температура воздуха в этот утренний час у моря плюс 28 градусов как считаете по-моему день будет жарким теперь настала очередь водички как я уже сказала по ощущениям она теплая неустанно такой водой чистой можно наслаждаться тактильно и визуально это пляжная морская эстетика я рада что она поможет дарить такие положительные впечатления отдыхающим и запах друзья какой же вкусный запах когда море чистое такое приветливое как же оно вкусно пахнет это полная противоположность тому морю что в анапской бухте во всяком случае тому морю что было последние дни ну что показания установились на отметке около плюс 25 градусов ну кайф ну кайф же друзья 28 воздуха 25 температур воды в море ясно солнечно море помимо того что теплое еще абсолютно чистое просто идиллия джимитинская я очень рада что приехала сюда сегодня и сняла для вас эту прекрасную картинку поделилась с вами этими потрясающими впечатлениями вот какие бы неприятные ситуации в жизни не были какие бы трудности перед нами не были вот приезжаешь в такие места хотя бы ненадолго и все как рукой снимают всю эту печаль и досаду друзья ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на наш канал кто еще не подписан чтобы быть в курсе всех событий в Анапе быть в курсе какая погода в Анапе и какая ситуация на пляжах Анапы с вами была Наташа еще обязательно увидимся пока субтитры сделал DimaTorzok